Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами будет не совсем типичный урок для моего канала. Мы будем разбирать маникюр. Мы будем делать маникюрные чудеса. Ну как чудеса в моем понимании. Как вы понимаете, в моем понимании маникюр это отдельная история. Но тем не менее, мне есть чем с вами сегодня поделиться. Я заказала для себя новые три фрезы. Две фрезы, которые я искала давным-давно. Одна из них это фреза OnlyClean. Честно, девочки, заказывала ее 4 раза с разных сайтов. Дошел только с этого. Ссылочку, где я заказывала, конечно же, ищите в описании. Сайт очень хороший выбор. Фрез просто потрясающий. Огромнейший я когда выбирала, потерялась, еле нашлась. В общем, взяла для себя три фрезы, которые мне были больше всего интересны. Итак, первая фреза это красная кукурузка. Мне всегда хотелось попробовать красную кукурузку. Именно почему красную? Я привыкла работать грубыми насечками. Мне всегда казалось, что мягкая насечка будет плохо снимать материал. Девочки, я ошиблась. Красная, новая, хорошая, острая фреза зашибезно снимает материал. Очень мягенько, как по маслу. Работается на всех этапах. То есть, мы ею прекрасненько сняли материал перед коррекцией. И, как вы видите, замечательно пилили материал уже после коррекции. И точно так же замечательно именно этой фрезой мы залезли во внутреннюю арочку. Благодаря ее более остренькому носику и не сильно большой рабочей поверхности, у вас нет желания запхнуть ее глубоко под ноготь. Но, опять же, нам нужно очень внимательно следить за этой фрезой. Как только наши клиенты начинают жаловаться на то, что у них фреза нагревается, это значит, что, к сожалению, пришло время покупать новенькую. Значит, она спилилась и уже не пилит материал, а только греется. Поэтому, девочки, обратите на это внимание. На самом деле, твердосплавные фрезы не работают по полгода. Не живут с вами всю вашу маникюрную жизнь. Их нужно периодически менять. Первый показатель того, что нужно сменить фрезу, это именно то, что фреза начинает греться в материале. Итак, переходим к маникюру. Как я говорила, это не типичное видео для моего канала. Я сходила таки на курсы по маникюру. Но, к сожалению, даже после того, как курсы я посетила, больше от этого маникюр я любить не начала. Ну, вот такая вот у нас нелюбовь с маникюром. Ничего с этим не поделаешь, но, тем не менее, под гнетом своих любимых зрителей я все равно его делаю. Вроде бы с каждым разом получается все лучше и лучше, но еще есть куда расти. Итак, вот эту вот фрезу я ждала больше всего. Серьезно, заказывала ее раза четыре. Мне ее то не положили, то забыли, то где-то посылка потерялась, то куда-то она не дошла. В общем, эта фреза была самая долгожданная, и она меня не разочаровала. При работе с ней я обратила внимание, ну, по поводу того, что она безопасная, небезопасная, как бы все фрезы в моих руках, безопасные ногти, я никакими фрезами никогда не травмировала, никогда у меня таких проблем не было. Но я обратила внимание на то, что носик у нее очень интересной формы, очень хорошо проникает под кутикулой, замечательно вычищает оттуда весь птырегий, и при этом тупой носик не ранит мне синусы, потому что это была моя проблема на самом деле, то, что я с разбегу запихивала фрезу в синусы, получала там вавку. Поэтому, да, эта фреза оказалась для меня действительно безопасной, именно благодаря ее тупому носику. Но, опять же, как уже не раз говорилось на всех каналах, она не прочистит вам боковые пазухи и не вывернет кутикулу, хотя, вот видите, я пыталась попробовать это сделать. Но именно с этой работой замечательно справится вот эта фреза, тоже очень интересная, мне ее было безумно интересно попробовать, эта фреза называется Торнадо. Если вы уже видели такие фрезы, у них напыление алмазное идет не по всей головке нашей фрезы, а как бы такой дугообразной насечкой, благодаря этой дугообразной насечке, опять же, пыль у нас не скапливается под кутикулой, не мешает нам смотреть на то, что мы работаем, а отводится далеко за пределы ногтевой полостинки. Вот обратите на это внимание, видите, нету пыли. Замечательная фреза, тоже мне очень понравилась. И опять же, у этой фрезы довольно-таки круглый, довольно-таки широкий кончик, который не запихивается в синусы, во всяком случае, я этим страдала, как я уже говорю, и приподнимает кутикулу уже сразу же, как только проходит и убирает триги. Обратите внимание, как уже балкончиком, как высоко задрота юбочка на кутикуле, и мы буквально-таки проработали ее одной фрезой. В общем, я в восторге, эти фрезы очень рекомендую. Как я уже говорила или не говорила, не помню, ссылочки обязательно ищите в описании к ролику, открываете описание, там все-все написано. Итак, пока у нас летит птыриги во все стороны, пока у нас залипательный процесс, я вам расскажу сказочку на ночь. Очень многие у меня спрашивают, почему же, Даша, ты так не любишь делать маникюр? К сожалению, на этот вопрос я вам ответить не могу, потому что любовь у нас, не любовь, вернее, у нас взаимная и по ходу дела врожденная. Ну, серьезно, я никак не могу это объяснить. Мне не доставляет удовольствия процесс колупания с кутикулой. Я считаю, что это, в принципе, вообще бесполезно, потому что эта кутикула ровно за три дня, за неделю отрастет обратно, и то, что я ее четыре дня колупала, это совершенно бесполезно. А еще, если честно, меня как мастера просто бесит то, что мастера обесценили такую сложную, такую кропотливую, такую длительную процедуру, как маникюр. Почему-то во всех салонах, у всех мастеров в прайсе стоит покрытие, гель-лак и маникюр в подарок. То есть, грубо говоря, 40 минут времени, которые убиваются на колупание с кутикулой, люди дарят своим клиентам. Поэтому, скорее всего, меня бесит не сам маникюр, а меня бесит то, что эта услуга просто недооценивается и считается как бы процедурой среднего, другого плана, низкого уровня. В общем, не знаю. Не люблю я делать этот процесс, душу в него не вкладываю, но тем не менее, нужно и делаю. Итак, как вы понимаете, в этом моменте я переключила реверс на фрезере и в реверсивном движении прочищаю вторую пазуху на своей руке и выворачиваю кутикулу юбочкой. Раньше я выворачивала кутикулу, поворачивая руку клиента и работая в другую сторону. В принципе, на самом деле, девочки, чем это друг от друга отличается? То ли вы перевернете, и у вас фреза будет пилить влево, то ли вы не перевернете, и фреза будет пилить вправо. От этого логика не меняется. Мы работаем непосредственно по кутикуле, поднимаем юбочку. Кстати, то, как я переворачивала ручку, вы можете посмотреть, найти на моем канале ролик, назывался «Маникюр через Ж». Но, тем не менее, вот это вот движение я подсмотрела у других блогеров, мне понравилось, руку клиента крутить не надо, но логика движений та же самая. И результат на самом деле такой же. Итак, мы максимально поднимаем, выставляем ребром свою кутикулу, и теперь единственное, что нам необходимо, это ее отрезать. Берем ножнички и аккуратненько, понемножечку, по чуть-чуть отрезаем нашу кутикулу по тому месту, где мы ее подняли. Все. На этом, собственно говоря, наш маникюр готов. Нам осталось только зашлифовать срез. Продолжение следует... Итак, вот такие вот новые три помощницы у меня в арсенале появились. Я ими довольна. Мы с ними подружились, и теперь будем работать еще долго и нудно, пока не затупимся. А когда затупимся, то, скорее всего, возьмем и закажем какие-нибудь новенькие. Надеюсь, вам сегодня было со мной интересно. Надеюсь, вы для себя открыли что-то новенькое. Надеюсь, я вам все-таки подсказала какие-то нюансы, на которые я сама лично обратила внимание. Надеюсь, вам было полезно, интересно. Вы не забыли подписаться на канал. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!